И все-таки галактика кошек существует. В этом окончательно убедились догупелчане, побывав на ярком зрелищном представлении всемирно известного театра кошек Дмитрия Куклачева. На сей раз в исполнении знаменитых пушистых артистов и их друзей, зрители увидели спектакль о молодом юноше, который мечтает стать цирковым артистом. Исполнить самое заветное его желание ему помогают кошки. Рядом с человеком эти животные живут уже более 5000 лет. Но кто является главным в этом тандеме? Человек или кот? Человеком управляют кошки. Это единственный способ общения с этими удивительными животными. Потому что навязать кошке свою волю никогда не получится. Вы добьетесь только плохих отношений с ней. Поэтому Бог создал кошку для того, чтобы мы ей поклонялись. Как вы думаете, что они о нас думают? Ой, они думают, что мы для них лакеи. И это правильно. Потому что на протяжении 3500 лет единственное животное, которое до сих пор гуляет само по себе, это кошка. И в этом зрители убедились в очередной раз, внимательно наблюдая за работой усатых и лохматых артистов. По сцене моя задача быть всегда за окошкой. Чтобы животное было впереди, а я был сзади. И в этом, наверное, есть один из секретов общения с ними. Кстати, они вам бунт устраивали когда-нибудь? Ну, сейчас март. Поэтому это бывает. Вот эти все импровизационные моменты, это происходит, они спонтанно здесь и сейчас. Несмотря на мировую популярность и обожание зрителей, эти артисты, в отличие от людей, звездной болезнью не страдают и не требуют к своей персоне повышенного внимания. Стать актером театра Дмитрия Куклачева может как породистый кот, так и дворовый. Главное в нужное время и в нужную часть попасться на глаза нужному человеку. С котом Вартером произошло именно так. Довольно много животных нами подобрано на улицах нашей страны. И мы их так называем, допустим, вот нижневартовский кот Вартер, который прыгает мне на плечо. Это, кстати, знаменитейший кот. Он играл в телесериале «Мастера Маргариты» в 2006 году у Бортка. Он уже довольно-таки взрослый, ему сейчас 15 лет, но он все еще в строю. Говоря о характере своих подопечных, Дмитрий Куклачев отметил, что все коты – обидчивые и мстительные создания. И если человек нанес им душевную травму, то, скорее всего, дружбе с ним придет конец. Когда приходит ветеринарный врач и просит, допустим, дать кому-то таблетку или еще что-то, или укол сделать, «Дим, подержи, пожалуйста, кошку». Я говорю, нет, я не могу. Это было у меня так много лет назад. Тоже меня попросили подержать моего кота Панкрата, который ходил у меня между ног и прыгал мне на плечо. И мне потребовалось почти после этого два года, чтобы опять завоевать его доверие. И поэтому работа с кошками строится только на безмерной к ним любви и вседозволенности. Никакого другого метода в дрессуре этих животных просто не существует. Кошка – это такое существо, которое нельзя обмануть. Мы уже об этом говорили, и все, у кого есть дома кошки, об этом знают. Нельзя, чтобы я там за кулисами ей нападал, а потом вышел, улыбаясь на сцену, и стал ее гладить. А кошка там испугалась, а тут вышла и стала ко мне ластиться. Не бывает такого. И тем не менее, несмотря на сверхзанятость современного человека, Дмитрий Куклачев призывает всех нас открыть дверь своего дома и своего сердца для этих удивительных, независимых, преданных животных. Почему? Прежде всего, это нежность, потому что кошки очень нежные существа. Следующая причина – это, наверное, уют, потому что кошка – это действительно олицетворение уюта в доме. У вас есть телевизор, стиральная машина, но без кошки все равно дом будет немножко пустоват. И третья, самая главная причина – это любовь, потому что кошка, когда чувствует ваше к ней искреннее отношение, она отдает всю себя. Ну а после латвийских гастролей усатые и полосатые лохматые на два месяца отправятся в отпуск. Заслужили, говорит прощаясь с нами Дмитрий. Ну а мы с нетерпением будем ждать новой встречи с артистами театра кошек Дмитрия Куклачева, которые уже нашли ключик к нашим сердцам. Субтитры создавал DimaTorzok